Пасха Моя мама и я уже много лет тоже использую этот вкусный рецепт Пасхи. Нам понадобится мука, понадобятся яйца. Яйца выбирайте с желтками оранжевыми. Чем краснее яйца, желтки, тем будет красивее и вкуснее Пасха. Дальше мы берем сметану, жирную, 25%. Масло берем, масло должно быть тоже 82%. Изюм лучше всего, самый вкусный, самый сладенький изюм, такой коричневый. Он самый вкусный, сладко-кисло-сладенький. А если вот белые, такие светлые, они красивые, но в Пасхе будет невкусно. Поэтому вот такой вот изюмчик коричневый выбирайте. Дальше нам нужна соль и, конечно же, дрожжи. Дрожжи должны быть свежайшими. И также сахар нужен нам для... Вот видите, что у меня такое? Это у меня бадьян. Кто-то кладет ванилин, кто-то мускатный орех, кто-то еще что-то. Мы уже много-много лет кладем пасочку. Вот такие вот звездочки. Видите, они очень пахучие и очень вкусненькие. Вот мы берем эти звездочки, мелим хорошенечко на мясорубочке или на кофемолке. И потом это все будем бросать в тесто. Будет очень вкусной, ароматной пасочки. Мне очень нравится именно печь пасочки с бадьяном. Каждая хозяюшка печет пасхи по-разному. То есть пасхи пекутся в четверг, в пятницу. Я, например, пеку в субботу для того, чтобы пасочки были свежие. А по этому рецепту у нас будет пасочка очень-очень мягкая и воздушная и очень вкусная. И она, когда испечется, даже две недели будет лежать пасочка. И она будет мягкая. Вот. Обычно я пеку пасочки на один литр молока. Рецепт даю на один литр молока. Один литр молока. Дрожжи 200 грамм. Сахар 4 стакана. Сливочное масло 400 грамм. Сметана 400 грамм. Желтки 16 штук. Соль по вкусу. Также бадьян. Сахар, я сказала, 4 стакана. Но в этом году я буду печь немного пасочек. Буду делать на пол порции. То есть пол литра молока. Ну, короче, вот это вот, что я вам рассказала, это все мы делим на два. Пол литра молока. Сахара 2 стакана. Сливочного масла 200 грамм. Сметаны 200 грамм. Желтков 8 штук. Соль по вкусу. Итак, начинаем подготовку. Берем побольше кастрюлю. Для чего побольше кастрюльку? Для того, что когда мы замесим тесто, оно будет подниматься в 2-3 раза, чтобы оно не выскочило. И чтобы хорошо, удобно было мешать наше тесто. Ну вот, начинаем подготовку продуктов. Берем изюм. Обязательно перебираем его. Хвостики все, которые будут на изюме, отламываем. И чтобы был чистенький изюм. Потом мы его промываем под проточной водичкой. Берем звездочки бадьяна. Берем и на кофемолке, или на мясорубочке, специальной мясорубочке, перемалываем. Все, подготовили. Теперь мы берем яйца. Отделяем желтки от белков. Нам понадобятся в Пасху желтки. А белочки мы аккуратненько, чтобы не попал желток в белочки. Ни одной граммочки, чтобы не было белка. Потому что потом не взобьется белок, чтобы мазать пасочку. Мы когда соберем отдельно желтки отдельно, белки отдельно. Белочки мы в посудину и в холодильник. Пусть в холодильнике находятся наши белочки. Дорогие мои хозяюшки, поскольку я выпекаю пасочки по субботам, то я не смогу показать вам, как я делаю, как замешиваю тесто, как все постепенно я все делаю. Вот у меня рисунок, это прошлогодний. Но когда я буду печь Пасхи, я обязательно все засниму. Последовательно как, что я делаю. Но я это делаю для того, чтобы кто-то сделал такие пасочки, как у меня. Я уверена, что вам эти пасочки очень-очень понравятся. Они очень воздушные, очень мягкие и очень-очень вкусные. Дальше мы берем дрожжи. Поскольку я буду делать на пол-литра молока, я беру пачку дрожжей. Беру молочка немного тепленького и в молочке я растворяю дрожжи, крышу их. Потом они сами растворятся, помешаю ложечкой. И эти дрожжи с молочком и все молочко, которое нужно для пасочки, Все мы выливаем в нашу кастрюльку. Когда мы отделили желтки от белков, мы берем желточки, берем миксер, берем сахар и хорошенечко взбиваем миксером желтки, чтобы сахара не было, чтобы сахар весь растворился. Желтки у нас забьются и увеличатся в 2-3 раза в объеме. Затем взбитые желтки мы выливаем в кастрюльку, где у нас уже молоко с дрожжами. Теперь дошло время, очередь дошла до масла. Берем масло сливочное, порежем его в небольшую кастрюльку на огонь и на маленьком-маленьком огонечке растапливаем масло. Когда мы масло растопили, мы его тоже выливаем в кастрюльку, где у нас уже находится смесь. Затем мы берем сметанку нашу и сметанку тоже помещаем, выливаем в нашу кастрюльку со смесью. Потом мы промытый изюмчик бросаем в кастрюлю, солим полученную смесь, бросаем туда бадьян. Я кладу побольше бадьяна. Мне нравится, когда его много. Я хочу сказать, что изюмчик все дети любят, когда много изюма. Но знайте, мои хозяюшки, что когда очень-очень много изюма, Пасха может не подняться. Так что смотрите, чтобы Пасха поднялась, надо умеренно ложить изюмчик. Ну и в конце мы добавляем муку. Добавляем потихонечку. Ну, я хочу еще вот что сказать. Не просто так добавляем, а берем сито и обязательно просеиваем мучичку. Тогда у нас будет пасочка пышнее, пышная, разрыхленная. Вы берете мучичку и добавляете в нашу кастрюльку. Берете ложку. У меня ложка деревянная. Меня мама научила всегда деревянной ложкой. Я беру деревянной ложкой, помешиваю, помешиваю. Тесто должно быть как густая-густая сметана. И все. Накрываем крышкой и ставим в теплое место. Поскольку сейчас уже батарею у нас отключили, и в квартире не так уж тепло, а тесту всегда нужно тепло, чтобы оно поднялось. Мы включаем горелочку, ставим кастрюльку возле этой горелочки, и постоянно эту кастрюльку нужно вертеть. Подогрелся один бок, дальше, дальше, дальше. Но, чтобы не горело, потому что тесто может... Что сделать? И ждем, когда тесто начнет подниматься. Когда тесто поднимется до краев кастрюльки, мы берем ложечку и тушим, гасим тесто. Аккуратненько ложечкой мы его перемешиваем. Тесто снова опустится. Мы накрываем крышечкой и ждем, когда второй раз поднимется наше тесто. Когда второй раз поднимется тесто, мы делаем то же самое. Мы аккуратненько перемешиваем тесто и накрываем крышечкой. А вот уже когда третий раз поднимется тесто, тогда мы берем, открываем крышечку и тесто наше из этой кастрюльки мы выкладываем в другую емку. Это я вам наглядно показываю. А в субботу я засниму все, как я делаю по-настоящему пеку пасочку. Берем миску побольше размером, у кого какая есть старая. У меня есть эта маленькая мисочка. У меня специальная, большая миска, специально для теста. Я беру эту миску, насыпаю туда мучички на дно и вылаживаю из кастрюльки, вылаживаю тесто. И в этой же миске я буду месить тесто. Слишком много муки не нужно. Тесто возьмет столько мучички, сколько ему нужно. Когда мы тесто замесили, месим его, месим хорошенечко, мучичкой присыпаем, но не забивать тесто. Тесто должно быть воздушное. Месим его, месим, месим. Когда мы замесили его, оставляем в этой миске, накрываем полотенцем и ждем, пока тесто увеличится в несколько раз. Пока тесто накрыто, накрыто, пока оно поднимается, мы берем формочки, вырезаем донышки, берем пергаментную бумагу, ставим пасочку туда, вокруг карандашиками или ручкой, донышко обрисовываем, вырезаем ножничками, туда в пасочку этот кружочек, потом берем подсолнечное масло, щеточку и хорошенечко смазываем донышко и все-все бока. Надо очень хорошо смазать, но чтобы масла, формочки, много масла не было, чтобы формочка, чтобы там не горела пасочка, дно пасочки не горело. Поэтому мы смазали и ждем, пока наше тесто поднимет. Когда тесто поднимется, мы отрываем от него кусочки. Взяли на досточке, немножечко вымесили, берем формочку и помещаем в формочку. Обратите внимание и запомните, формочку, тесто ложить, чтобы была одна третья часть, не половина, а третья часть теста. Потом мы эти формочки ставим в теплое место и тесто в самой формочке должно подойти аж до краев нашего, нашей формочки. Когда формочка подойдет, тесто до краев формочки, вот тогда только мы ставим в духовку. А если тесто еще не подошло в формочке, тогда пасочка будет глифкая. Ну, а теперь мы ставим формочки в духовку 220 градусов. Ну, вообще-то каждый смотрит по своей духовке. У меня сейчас электрическая духовка, поэтому она быстрее печет. Смотрите, какой уровень надо включать. И каждый смотрит по своей духовке. Когда будут выпекаться пасочки, мы формочку с пасочкой открываем дверцу, плиты и формочку постоянно прокручиваем. То есть, один бочок, другой, чтобы пасочки не подгорели. Аккуратненько вынимать пока не надо. А потом, когда вы уже увидите, что верхушка пасочки уже начинает румяниться, вы вытаскиваете из духовки, берете палочку и палочкой протыкаете всю пасочку. Если не берется пасха, тесто не берется на палочку, значит, формочка, значит, пасочка уже... Внимаем формочку на доску. Берем, вытаскиваем пасочки. Но аккуратно, будьте внимательны. Пасочку просто так бить нельзя. Берете формочку, кладете ее на бочок и аккуратно крутим ее, так чуть-чуть постукивая об досточку. Если готовая пасочка, она быстро сама вылезет из пасочки. Когда мы освободили все пасочки, от формочек пасочки, мы потом, когда будет остывать наша пасочка, мы будем обязательно крутить эти пасочки на один бочок, на второй. Чтобы не было так, что она же горячая, эта пасочка, если вы не будете ее крутить некоторое время, то она будет однобокая. Значит, вы положили ее на один бочок, прошло там пять минут, на другой бочок повернули. Дальше, на третий. Смотрите, она уже остыла. Тогда ставите ее на место, уже чтобы она не лежала, оставите ее. Просто ставите, как она должна стоять. Ну, а когда пасочки остынут, мы берем из холодильника белок. Но, много белка не берите. Чуть-чуть, взяли белочка и начинаете взбивать. Немножечко соли туда, тогда лучше будет взбиваться. Взбиваете миксером и чуть-чуть добавляете сахар или сахарную пудру. Ну, сахарная пудра хорошо будет, потому что будет беленькая тогда у нас тем, что мазать. И вы будете хорошенечко-хорошенечко взбивать. Запомните, слишком много белка не надо, потому что он не взобьется. Чуть-чуть берете этот белочка, потом сахарную пудру и взбиваете. Когда взбилось, берите щеточку и мажете наши пасочки. А сверху посыпаете чем? У кого что есть? У кого какие-то, там прекрасы есть? Ну вот, наши пасочки готовы. Дорогие мои хозяюшки, я желаю вам, чтобы у вас получились очень вкусные, ровненькие, пышненькие пасочки по моему рецепту. И вы увидите, что это очень вкусный рецепт. Желаю вам всем успеха. А в субботу я буду печь пасочки и тогда я засниму все, как я делаю. Желаю всем успеха, чтобы все пасочки были ровненькие и чтобы нигде ни у кого не откололось от пасочки, не треснуло нигде. Чтобы были хорошие, вкусные пасочки. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...